Ну что, ребятушки, я, наверное, пробую. Говорится, если с другом нашим путь, веселей дорога. Запаслись продуктами, по поводу чего пир на весь мир. Я вас приглашаю на свою домашнюю кухню по поводу того, что у вас собралось довольно-таки много. Я не знаю, куда вас утрасовывать, по каким местам 5 тысяч, но куда-то распихнем. Квартирка маленькая. Кстати, по сегодняшнему поводу, надо уже выключать, а то макарончики пореваются. У нас сегодня по осталью форта. Я думаю, что сегодняшняя жизненная ситуация заставила всех купить макаронок, да? Я даже не знаю, сколько я бросила такую хорошую пачечку, хотя я одна. О, целый такой друшлачок макарончиков получился. Макарончики мы варим, ну, минут 5-7 до полуготовности. Они не должны быть у нас такие, знаете, сильно закрепляющие. Что мы готовим? Мы готовим пасту альфорно по-итальянски. Или просто макароны в духовке. Сейчас мы оливковым маслом габельненько смажем противень. Я вам все буду показывать. Я же своего рода не только повар, еще и официант. Поэтому вот так вот смазали растительным маслом, видите? Чтобы наша паста не прилипала. Если кто-то скажет мне, что это очень долгая затея, лилек, что ты морочишь, ну, то, что курами суть, никого не слушайтесь, потому что паста альфорно готовится, ну, буквально, пока греется духовка, пока варится паста. Потом 15 минут она запекается в духовке. На работе в основном мы эту пасту готовим с соусом бешенель. Но сегодняшний вариант я не хочу утяжелять. Хотя, если у вас нет сыра, тогда, конечно, побыстричку сделали бешенель. Положили сливочное масло или растительное на сковородку. Когда оно прогрелось, добавили муку, чуть-чуть довели до розового цвета. Добавили соль, перец и мускатный орешек. Все молочком это все размешали до консистенции, где-то такой не густой сметаны, нет. Такой легкой сметаны, 15% и у вас бешенель готова. Давайте будем по ходу сразу загружать. Наша паста варилась, естественно, в подсоленной водичке. Сейчас мы возьмем лопаточку, чтобы это было все красиво. Вот вроде как повара. Можно было готовить, конечно, в более маленькой форме. Но у меня тут получится пару своего пасты. Вот такой стандартный кротвень будем кушать маленькими форцариками. Так, теперь смотрите. У меня тут обычное, самое обычное молоко. Если готовите соус бешенель, он должен быть чуть-чуть соленоватый. Так как у меня паста нормально посоленная, я в молоко добавила. Мускатный орех и полис. Смешала. Чтобы наша паста не была сухой, я это слегка проливаю молочком. Не бойтесь. Молочко тут в самый раз. Я не знаю, помните, мы в садике еще когда-то ели вермишелевые запеканки. Ой, какие они были вкусные. Я сегодня, кстати, думала приготовить с горгонзолой. Но горгонзола, это, понимаете, тот сыр, которого не все, наверное, из вас найдут. Тут у меня самая обычная моцарелла, как для пиццы. Это может быть пармезан, это может быть смесь сыр. Наверх у меня пойдет тертый пармезан. Но если у вас нет этого тертого пармезана, абсолютно ничего страшного. Вот такой обычный сыр, который плавится, тоже пойдет. Не важно, как вы ее натрете, мелко, крупно. Смотрите, пока мы с вами разговаривали, паста уже склеилась. Пасту нужно немножечко между собой смазать растительным маслом, чтобы она не склеивалась. И опять же раскладываем второй слой. Боже, кто это будет все кушать? Сейчас пойдем проверим, если наш Луиджина дома. Понесем и себе, и людям. Все, точно так же. Второй слой обязательно поливаем молочком. Не боимся. Духовочка у нас греется. Духовка у нас, кстати, не должна быть никакого вентилятора. 180 градусов. Статистическая духовочка. Опять посыпаем немножко сыром. И сейчас я посыплю это еще и пармезаном. Естественно, вам все покажу. А теперь давайте так. Украинский, русский вариант. Не важно. У вас остались со вчерашнего дня макароны по-плоцки. Пожалуйста. Добавляйте слоями молочко, сыр. Ставьте в духовочку, запихайте. У вас нет мясной начинки, да просто с поджаренным ручком, с какой-то кореечкой. Или, ну, в общем, какое-то, знаешь, такое мясное. Мясное, не сильно сальное. Ну, если кто-то любит жирное, то можно и сольное, почему бы. Почему бы и нет. Ну, в общем, вот смотрите. Мы этот противень пасты приготовили на раз-два и на ляду. Поверьте, что это будет очень вкусно. Вы не смотрите, что я долго сыплю. Это у меня просто сыр лежал в морозилке. Я разбиваю по ходу комочки. Сыра я много не сыплю. Сильно большая корочка тут не нужна. Да и вообще, перерасходовать продукты в данном случае в нашей жизни лучше не надо. Я думаю, духовка моя нахлелась. Кстати, хочу сказать, у меня заканчивается... Сейчас мы проверим. Да, духовка 180 градусов. У меня заканчивается рубом бумаги. Наверное, скоро мы перейдем на обычные полотенца. Потому что говорят, что туалетная бумага и вот такая вот карта в магазинах почему-то стала заканчиваться. Итальянцы на этот счет не переживают. У нас есть беда. Так что вот такая вот смесь бульдога с носорогом у нас получилась. И на это все быстренько заталкиваем в духовочку. На средний уровень. Вставим время 15 минут. Сейчас я вам все покажу. Вот видите. 15 минут времени. 180 градусов. Поехали. Ждем. 15 минут прошло. Позвонила мне Алена. Я добавила еще время. Сейчас заглянем. Заглянем. Пересушивать не надо. Ну, я думаю, что 20 минут в самый раз. Сейчас еще 2 секунды и все. Где-то 22 минуты будет, по идее. Выключаю я, ребятки. Это я остановила часы. Это я остановила часы. Включаем духовочку. Отключаем все. Здесь наша паста абсолютно готова. Сейчас мы ее вам покажем. На свет белый. Вот такая шикарная паста и форма. В общем, Алена тоже немножко рассказала мне их ситуацию. Дети дома, все дома. Но муж ее работает. Он работает немножко не в тему, но извиняйте. Свежие новости все равно вам надо рассказать. Ее муж работает в той индустриальной прачечной, где стирают белье все больницы нашего округа. И сейчас пришло одно судно. Джиэнэву Гранди на Виве Вочи. Которые устраивают. На самом судне устраивают госпиталь. Потому как Милан заявил, что у них осталось 15-20 койко-мест. И устраивают большой госпиталь на этом судне. Поэтому запросили у них матрасы, подушки, постели. В общем, продезинфицировать, чтобы поставлять больных. Кое-кто у нас работает. Ребятушки, насыпаем пасту. Извиняюсь за такое маленькое отсутствие. Жизнь нам задает такие правила, без которых... Так, чем же ж его? Да, вот этой лопаткой будем насыпать. Да, паста получается суперская. Так, я поднимаю свой бокал, чтобы выпить за ваше здоровье. Не болейте. Пофиг нам эти все вирусы. Правильно, и я так говорю. Лилёк садится кушать. Пока паста горячая. Пока этот сыр тянется. Пока оно самое-самое, что не есть. Вот такое вкусненькое. Поэтому всем приятного аппетита. Поверьте, это очень вкусно. Очень сливочно. И я бы не сказала, что это чересчур калорийно. Потому что калорийности все-таки придает нам больше бешамель. Но с бешамелью вкуснее. Тут уже как судить. Самая обычная паста с форном. Если у вас есть творог, рикотта и все остальное, пожалуйста. Приятного аппетита. Всем пока. Одной тарелочке оказалась мама. Лилёк попросил одновременно. Наверное, вот это. Этому вина. Но вы знаете, это настолько вкусно. Так что еще раз всем приятного аппетита. Спасибо, что вы есть. Вторая карцайка ушла. Просится третья в рот, ребята. Хотела вам показать. Молоко, жидкости на дне формы нет, чтобы не боялись. Но паста сочная. Сейчас я еще чуть-чуть. Чуть-чуть и хорошую. Продолжение следует.